всем привет я в машине едем здрасте день а у нас фонари на улице горят экономят они везде он по всей улице фонари горят в общем жалуюсь вам сразу с утра так ровно стоите за час до будильника начал будить меня ричи кричит там внизу в клетке чтобы выпустили мы вчера в общем пошли спать и не закрыли его ну мы обычно на ночь его пледиком прикрываем чтобы он в общем спал чтобы ему свет не мешал потому что мы там бывает саша там приходит с ночи и этот как он везде пожалуйста горят все фонари по всем улицу ну и этот саша приходит с работы или ночью там ходим туда-сюда чтобы в общем ему не мешать мы его прикрываем ну что он спать не может при свете обязательно чтобы была темненько вот так вот и он тогда спокойненько спит и никого не тревожит и сам не тревожится в общем вот так вот ну и вчера я его пледом не закрыла потому что мы там у нас такой переполох как переполох ну мы там клеили обои в общем продолжали все с коридора перенесли в зал я вам показывала там ничего ну и соответственно и ричи там же в зале никаких пледов внизу не было поэтому я решила что его не буду накрывать да и пошла пораньше в кровать ну как спать то я не пошла пораньше я просто пошла в кровать легла и начала монтировать видео вам и в общем все такое ну и так как он был не закрытый он устроил там с утра в общем песни пение так сказать чтобы вы выпустили я терпела 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 терпел потом стоит встаю такая уже и саша саш в ночь был заходит в комнату я говорю ну чё нарет он говорит ну чё чтобы выпустили я говорю а чё ты его не выпустили так он только начал говорит я говорю он уже час там кричит он видимо там в туалете с телефоном своим сидел и даже не слышал его вот пожаловалась первое не выспалась вообще из-за него как вообще ну пораньше встал и как-то в общем мне нужно встать по будильнику как положено вот разбудили меня не положено и как-то вот все не так ну и отвела ромку в общем в садик приехала позавтракала овсянкой завтракала сегодня овсяную кашку сделала что-то я не знаю что я зря наверное сделала или у меня день не задавался какая-то есть у меня такая расквашенная немножечко вот так вот ну а куда еду а догадайтесь на тренировочку еду еду потренироваться думаю ребенок в садике другой в школе саша спит с ночи есть конечно дела там нужно клеить и всякое такое ремонт но я думаю подождет два часика там час полтора может посмотрим как как я себя буду ощущать вообще мы на два часа туда будем сегодня я буду одна поэтому я могу немножко сфилонить на полтора часа сходить вот так вот позанимаюсь немножко и потом уже приеду буду обед готовить и все остальное делать решила так думаю ремонт никуда не убежит надо заниматься скоро весна я а я все еще не форме вот так вот что еще хотела 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 ответить на ваши комментарии так пока еду я надеюсь вас не сильно шум вот это вот все угнетает отвечу на такой комментарий спрашивали при была ли моя мама у нас гостях была моя мама много раз у нас гостях видео ее нет я тогда еще не снимала когда она была у нас гостях ну вот дай бог все если будет я буду снимать хотя она сказала что я ой я не любитель вот этого всего если если вдруг куда она денется вот так вот так что ее нет в моих старых видео но если только есть одно видео где я снимала фотографии знаете я делала видео по фотографиям наши старые фотографии я показывала наши саша есть фотографии там в общем где мы молодые где наши родители но и все фото альбомы в общем я наши показывала есть такое видео кому интересно можете полистать посмотреть ой какой туман прям туман туманище и это да и еще был комментарий комментарий еще был забыть сейчас у меня вот спросили утром не часто вас смотрю вы купили дом делаете ремонт где вы живете в общем отвечаю живем мы в ландштайне германии в ландштайне недалеко от коблинца там 10 ну 10 там с небольшим от коблинца от центра коблинца 12 вот так вот в ландштайне квартира дом не купили квартира наша старая делаем ремонт да ответила на ваш вопрос все что и что еще спрашивали да все наверное а спрашивали еще кого я из блогеров смотрю ну что вот постоянно каждый день прям каждый день я смотрю у меня такие два получается блогера которые каждый день выпускает видео я их и каждый день смотрю это мое любимое будни с татьяной татьяна люблю вот ее смотрим всегда и кого я еще смотрю саша тани life я смотрю но я у них так смотрю как я их не постоянно смотрю а ну вот когда у меня есть время я могу просто как сериальчик там включить их посмотреть нет нет потом кого еще я смотрю влоги из германии смотрю но у них не часто бывает у валеры видео поэтому так я их смотрю добрый дядька в германии тоже я его смотрю но у него очень редко бывают видео кого еще сейчас кого-нибудь вот не скажу и обидится я не знаю ну ну вот каждый день но щепотка юмора да я смотрю но но не часто да что я их смотрю потому что у меня айнаш переехала и как-то у нее ролики там как-то не так не постоянные ну все ну вот постоянно я прям прям смотрю но еще я смотрю этот с баварии виктора но у него тоже не часто него редко бывают ролики поэтому я его тоже так смотрю ну вот каждый день я смотрю это вот будни с татьяной и саша станела ну как каждый день я сказала но у меня есть время да но татьяна это вечером это стабильно если у меня нет времени то я могу утром ее посмотреть вот так вот так в принципе ну и все все я ответила на ваши вопросы еду тренироваться потренируясь потом увидимся занимаюсь сегодня одна вообще никого вообще не был один дедушка ушел я теперь одна пропотела все уже все позанималась устала ужас какой-то что уже недели не было или больше в общем тяжело было там дедушка сначала один был потом потом он ушел он там минут 10 занимался немножко в залитом какой стороне его он ушел я вообще его полностью одна была ну зато свое удовольствие позанималась никто не мешал сейчас хочу заехать не знаю посмотрю если у меня деньги с собой заехать в русский магазинчик но по пути рядышком в общем что-нибудь пострете не знаю на биться и может рыбку или чем не знаю еще не решила в общем сейчас по пути посмотрю деньги есть нет сначала нужно посмотреть а потом уже решать я не знаю что можно карты платить нет кредиткой что мне карточки нет и денег тоже нет не особо ну ладно по пути там решим все забежала в русский магазин у меня в общем было 20 евро и карточки не было как я сказала ему кредитка можно заплатить на 20 евро купила знаете что я не знаю может кому-то подразил даже такую рыбу красную попасть какая-то красная рыбка как пахнет такая копченая сырокопченая в общем буду есть и не тушенка подать тушенка кстати классная на без консерванты прошла раз вам говорила такая там разные есть и птицы и говядина если и свинина и конина в общем в холодильнике прям стоит это рыбка стоила ой рыбка говорю рыбкая там где-то 12 копейками вытянула мне а вот это вот тушеночка 569 стоит цена стоит ну и роми вот такую вот ерунду купила потому что садика приходит не просит купил все едем с вами домой домой у нас перестановка ведь все все как попала зеркало поставили туда за диван и речи посмотрите на меня посмотрите полюбуется на себя и разговариваем зеркало ты же моя солнышко речь ловить она туда не сходит уже час и пока тут возилась по кухне там то и что делал сидела тут сверху а потом туда запрыгнул приходит заглядывать на себя давить сижу пью чай и думаю что готовить достала уже фарш поставила размораживаться думаю то ли в тефтели делать то ли котлеты сделать то ли сделать суп с фрикадельками в общем сижу и гадаю чушь они захотят покушать чего бы им приготовить мальчиком и не знаю сейчас что-нибудь что-нибудь приготовим что у вас на обед пишите что может что-нибудь выберу у вас на будущее может потом что-то приготовить так надоедает это все одно и то же одно и то же не знаешь еще с этими едоками такие как у меня которые ничего не хотят есть при чё ты там которые ничего не хотят есть это не хочу это не буду это я не ем иди сюда иди ко мне иди ко мне иди сюда иди речи речи пришла на кухню готовлю в общем собираюсь вернее готовить и готовилась решила все-таки приготовить суп с фрикадельками подумала так подумала думаю рома меня очень любит суп с фрикадельками это его любимый суп я уже не раз говорила сашка у меня есть все все ядно меня давит но он больше любит фастфуд но фастфуд я естественно каждый день же не буду ему готовить поэтому то что я приготовлю суп и вот это все он тоже есть такие дела поэтому будет у нас сегодня суп с фрикадельками тут фарш разморозила говорила вам что фарш размораживают разморозила фарш водичка уже закипела в кастрюльке буду буду готовить в общем что еще я чуть так устала мне прям глаза закрываются сами прям закрываются а еще впереди весь день еще работать надо нам остается в общем знаете что там доклеить одну полосочку небольшой но ее надо помочь повырезать там где ступеньки где лестница что еще потом там над дверью нужно будет я вчера замазала там немножечко над дверью такой знаете потресканная была немножко штепатурка я ее немножечко замазала замазала замазкой специально и тепловату туда положила в общем замазал красиво у меня получилось сама собой горжунице сама от себя в шоке и этот саша уехал в ночь работать поэтому как бы это я делала я буду я сделаю ну давай сделай но и она высохла уже сегодня сегодня нужно будет вот так лейтам на две работы где высохла обои кусочек вымерить и вот где лестница там кусочек и остается что нам еще сделать с ремонтом остается сделать алисты или как они называются но вот поверху наклеить надо боями потом что еще так многие мне пишут что покрасить белый белый цвет как они на балку красить мы ничего не будем я уже говорила что они у нас готовом варианте в общем кому не нравится не смотрите нас все устраивает а я бои которые меня немножко подвешивали сейчас я смотрю в принципе нормально я уже привыкла к ним но еще плюс будет все все обставится декор и всякое такое будет нормально выглядеть я я уверена уже в принципе мне все нравится уже чистенько беленько все светленько это самое главное и что еще потом говорили переставьте нам в общем советовали там в коридоре переставить то ли то туда то сюда девочки и мальчики мебель будет все меняться у нас я буду покупать все новое мы будем покупать все новое я буду выбирать что-то подходящее под эту квартиру у нас все что и стояло в этой квартире она покупалась под другую квартиру она мы получается все купили все новое было мы жили тогда в айсентурме в общем под ту квартиру там у нас было трехкомнатная квартиру тоже большая светлая но мы переехали в общем не важно почему и как в общем мы переехали сюда в лайнштайн и получается прожив чуть меньше года в той квартире мы переехали сюда или около года ну считайте все мебели было и она была не дешевая все мебели было год естественно мы ее не будем никуда выкидывать и продавать или продавать там ничего в принципе не останется и мы ее продадим да только деньги на ветер выкинули ну и в то время мы как бы не сильно шиковали я так скажу но и сейчас мы не шикуем сильно но я говорю что в то время у нас сильно денег так не было чтоб просто так взять выкинуть и купить другую мебель поэтому мы жили с этой мебелью с которой которые у нас сейчас и мы ее не не меняли столько лет потому что ну как бы терпели из-за того что нужно было сделать ремонт как бы ремонт сделаешь а потом уже новенькое что-то да ну еще в грязную квартиру покупать что-то новое или как-то так естественно мы покупали детям там у давида комната полностью новая что обновленная вот так вот ну и в общем отошла от темы вся мебель которая у нас есть квартире она будет меняться и поэтому я буду смотреть как там коридоре что будет и здесь зале как будет надеюсь у меня все получится как красиво обустроить квартиру насчет еще говорили насчет гардероба вешалки да там в коридоре сделайте чтоб не вешать на как он называется на перила куртки всякое такое у нас есть там гардероб ну просто мальчики не любят туда вешать и вот им удобнее они повешали на этом но я думаю когда мы сделаем ремонт я куплю специально подходящий гардероб такой чтобы его можно было удобно на него вешать и тогда уже уберу крючки с этого как с перила и будет вешаться все как положено и будет красиво у нас вот так вот что еще ну и естественно по ремонту я отошла немножко от темы по ремонту мы сделаем отеля если сверху как они ну в общем сверху наклеим вы поняли я потом вам покажу как они будут выглядеть и как у нас все сделано естественно я вам все покажу и будем переходить уже тогда к ламинату не к ламинату а как он называется винилу винил нужно будет покупать нужно будет подкладку под эту посмотреть какая там внутри все убирать в общем будем переходить к полу вот так потом еще здесь саша хотел тоже поменяться где стойка вот это типа барные там тоже он хотел немножко поменять другие платы положить ну и по плану дай бог что все будет хорошо когда мы уже перейдем в гостевой туалет когда мы здесь полу все выложим все сделаем перейдем гостевой туалет а там уже дальше видно будет по силам по финансам по всему вот так вот такие вот у нас планы я тут катаю потихонечку фрикадель очки пока пока разговариваю с вами картошку еще начислить в общем сейчас суп быстренько сварю и побегу уже за ромашкой что еще на все ваши вопросы в принципе я ответила у кого есть вопросы задавайте с удовольствием буду отвечать не стесняйтесь пишите просто здороваемся общаемся не стесняйтесь пишите давайте будем знакомиться пишите там откуда вы как вас зовут там и всякое такое во первых это помогает моему каналу во вторых мне приятно с вами общаться я рада что вам интересно со мной что пишите мне я с удовольствием отвечаю поэтому не стесняйтесь пишите будем общаться я это приветствую вот так все я еще так обещала обещала вам как-то стрим сделать все обещаю обещаю и все никак ну как-нибудь сделаем в общем надеюсь у александра будет время у меня будет время потому что но одной я как-то не это не знаю не уверена что справлюсь потому что и роман у меня дома да и там и дети чтобы не сильно шумно было и чтобы менять не сильно отвлекали в общем как-нибудь сделаем обещаю все обещаю 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 в общем сделаем на этом я с вами на сегодня уже попрощаюсь что видео не сильно длинном было увидимся с вами в следующем всем удачи кто не подписан подписывайтесь и забудьте поставить лайк и пока пока